И ребят, всем привет! Ну что, не ждали? А я взял и сделал видос по Dead Island 2. Да, немного припозднился, и теперь бегу вслед за хайп-трейном, пытаясь уловить оставшиеся вибрации хайпа на его рельсах. О, какой метафору загнул. Я, знаете ли, своего рода философ. В первую Dead Island я играл буквально полчасика у друга, когда она только вышла. Прошел, кажется, только вступление, и все. Единственное, что я оттуда запомнил, это потрясающую на то время картинку и впечатляющую дальность прорисовки. Честно сказать, когда я узнал о сиквеле и увидел тот самый трейлер с бегуном, мне было как-то все равно. Позже были еще какие-то новости о проблемной разработке и передаче игры от студии к студии, но эти новости мне попадались сами собой. Целенаправленно я проектом не интересовался вплоть до самого релиза. Посмотрел пару обзоров и забыл. Но вот недавно, листая магазин эпиков, я увидел рекламу Dead Island 2. Вспомнил, что там есть кооператив, и подумал, мол, да ладно уж, куплю, чем черт не шутит. Сообщил о спонтанной покупке другу, и тот также спонтанно купил ее, и мы прошли ее на стримах. Можете глянуть в плейлистах. И знаете что? Я остался доволен. Не сказать, что прям вау, но потраченных денег и времени я точно не пожалел. Но обо всем далее по порядку. И начать хочется с самого лучшего, что есть в Dead Island 2. С геймплея. Вначале нам дают выбрать одного из шести героев, которые отличаются определенными характеристиками. Кто-то сильнее, кто-то быстрее и всякое по мелочи. Кардинальных различий нет. Я выбрал эту девочку-панкушку. Так смачно месить зомби мне еще не доводилось. Не, в Dying Light, конечно, мертвяков тоже было весело мутузить. Но в Dead Island 2 этот процесс вышел на новый уровень, благодаря очень крутой рэкдол анимации и системе флэш, которая позволяет ломать зомбаков настолько детально, что даже становится немного жутко. У ходячих ломаются конечности там, куда ударишь. У них появляются открытые переломы, отслаивается кожа, вываливаются внутренности и все в таком духе. Из оружия здесь в основном преобладают орудия ближнего боя, импакт от которых довольно мощный. Ты будто бы ощущаешь каждый удар, и противники физически корректно реагируют на атаки, и нормально так отлетают. Еще тут есть спинок одной ногой, и мой любимый удар с двух ног в полете. Процентов 60 игры я использовал только его. Огнестрельное оружие, кстати, тоже имеется, и оно, не сказать, что бы прям здесь нужно, но иногда очень помогает справиться с каким-нибудь жирным мобом, не сокращая дистанции. Стрелять на удивление даже приятно, особенно зомби по ногам. Оружие можно прокачивать на верстаках, а умения героя представляют из себя комбинации карточек с навыками. Как по мне, прикольное решение, можно комбинировать различные карточки и собирать свой индивидуальный билд. Кстати, советую на карточку блок не обращать внимания и отдать предпочтение рывку, ну или дэшу, ибо в пылу сражения он очень выручает, помогая быстро вернуться от удара. Также игра дает простор для смекалки, и вы можете разлить воду у электричества, и тем самым провести ток так, чтобы зомби в него попали и поджарились. Ну или ударить лужу топлива раскаленным ножом и устроить пожар. Также тут есть небольшие головоломки, но их не особо много, и они не особо сложные. Открытого мира в игре нет, хотя изначально он планировался, и там даже должен был быть транспорт, но потом от этих идей отказались в пользу отдельных нескольких локаций, и без транспорта. Как лично мне кажется, это сделано просто из-за того, что игра выходит на предыдущем поколении консолей. Локаций в игре не особо много, но каждая из них сделана вручную и с приятным вниманием к деталям. Например, на пляже зомби в плавках и купальниках. В окрестностях спортплощадки ходят громилы с накачанными банками, а на киностудии зомби в гриме и с аппаратурой. Ну и, пожалуй, самое главное. У зомби-женщин есть анимация физики груди. Улицы Лос-Анджелеса проработаны потрясающе, и интерьеры внутри зданий тоже очень здорово сделаны. Правда, с зеркалами тут... Ну вы сами видите. Сюжет спойлерить не буду, но скажу так. Он просто ок. Вас вначале кусают, но оказывается, что вы им умны, и на этом базируется вся дальнейшая история. А в конце нам, вроде как, намекают на продолжение. Все на себе вытягивает в основном персонажи. А если быть точнее, актеры что их озвучивают? По отыгрышу слышно, что они прям вкладывались, а лицевая анимация тут просто вышка. В каждой кат-сцене персонажи подходят к тебе почти вплотную, и игра как бы хвастается, мол, гляди как могу в лицевую анимацию. И это реально выглядит дорого-богато. Вообще, кат-сцены тут поставлены довольно добротно. Особенно мне запомнилась вот эта сцена. Жизнь какая. Ты видел это? Да, да. Последняя тяжечка такая, чисто. Бля, охуенно. Взял и докуривает. Это просто буквально кровавый угар. Короче, просто поиграйте. История тут нужна только, чтобы оправдать творящийся вокруг замес. Играйте главное с другом, потому что в одиночку будет скучновато. Что касается оптимизации, то тут на удивление все идеально. Игра работает без нареканий. Ни единого вылета, без просадок фпс, просто сказка, хотя игра является долгостроимой, и обычно такие проекты показывают себя очень плохо. Я даже удивлен, ибо последнее время игры выходят недоделанными кусками кода, вспомнить тот же Forspoken или Jedi Survivor. Короче говоря, как игра, Dead Island 2 отличная. В плане истории, посредственность. Отличный вариант, чтобы провести в ней пару вечеров в коопе с другом. И на этом все, ребят. Залетайте в мой телеграм-канал по ссылке в описании, там лампово. Пишите комментарии, как вам игра, и увидимся в следующем видосе. Пока.